Всем привет! Вы находитесь на канале Альхаус Термоплюс и с вами Олег Кузьмичев. И это у нас четвертая часть нашего сериала «Строительство монолитного дома». Для тех, кто собирается строиться, можете посмотреть, вот здесь у нас подсказка, наш сериал, первую, вторую, третью часть. Желательно смотреть это на компьютере, хороший интернет обязателен, потому что у нас видео в формате 360 градусов, виртуальная стройка. Желательно на компьютере, на ноутбуке, на телевизоре или, в крайнем случае, на планшете, потому что на телефоне это неудобно смотреть и много информации вы просто упускаете. Чтобы вам ориентироваться, где мы вам показываем, о чем рассказываем, впереди будет вот эта надпись. Вот это ориентир, куда надо смотреть. В этом видео вы увидите, как устанавливается опалубка. Также я вам расскажу, какая толщина стен и какая тут арматура применялась, с каким шагом армирования. Этот ролик назовем «Монолитный дом не прощает ошибок». И я отвечу на один видео-комментарий про инженерные коммуникации. Есть коллега, Александр, привет. Я объясню, в чем минус, когда не закладывают инженерные коммуникации. Ты говоришь, что это легко проштробить или заложить сразу в гофре провода. Вот сейчас я тебе отвечу кратко на этот вопрос. А вы, мои дорогие подписчики, друзья, послушайте. Если здесь есть какие-то посторонние шумы, стройка, извините, нельзя прервать. Сейчас подготовка к заливке идет. Итак, в чем минусы, когда в «Монолитных домах» не делают инженерные коммуникации? Я касаюсь сейчас конкретно темы электропроводки. У нас есть электрики. Электрики хорошие, они это по пальцам можно считать, которые электрики от Бога и любят работу свою. Они ее понимают, любят, и они к ней относятся с любовью. Такие электрики в основном по заказчикам идут как передача по рукам. У них всегда наперед есть много заказов. Один, второй, третий, четвертый. Те электрики, которые сидят без работы, я с такими электриками сталкивался лет 20 назад. На одном объекте, в своем личном, это была коммерция, нам пришлось всю электрику переделать. Ну, вернемся опять же к электрикам, которые делают качественную работу. Электрики от Бога. Таких полно. И кто смотрит без электрики в это видео, можете написать в комментарии, прав я или не прав. И вот смотрите, когда у человека очень много заказов, он, его зовут там на дома. На дома у нас в основном газоблок, керамблок там и все остальное. Вот, чтобы ему сделать там штрабу, Саш, ты говоришь, что там заштрабить недолго. Чтобы сделать штрабу в таком доме из газоблока, ему понравится одна минута, ну, к примеру, для сравнения. Один погонный метр. И он забирает за этот погонный метр деньги. Если он придет в монолит, он, скорее всего, мягко откажет, потому что та же самая работа, по тем же самым расценкам, она там невозможна. Потому что он затрачивает время уже на ту же самую штрабу, ни одну минуту, ни 10 минут, а может даже 20. Дальше самая проблема идет еще и в том, что идет износ инструмента очень сильный. А если идет износ инструмента, зачем ему нужно? Первое время он потратит больше, второе – износ инструмента. Штраба измеряется в погонных метрах. Дальше надо заложить в гофру это все, провода. И дальше нормальный электрик, он этот все открыто не оставляет. Он также это защищает там, штукатуркой. Ну, закидывает. Так работают нормальные электрики. Дальше, если придет какой-то электрик на стройку, который не понимает, что такое монолит, даже сделать 5 отверстий под розетники, у него уже на его коронке отлетит пару зубов, он сразу начинает расценки менять. Потому что коронка стоит 1,5-2 тысячи рублей, а он всего лишь просверлил 5 отверстий. То есть монолит, он эти ошибки не прощает. Надо делать сразу инженерку. Из-за чего? Чем мы отличаемся? Потому что мы заказчику преподаем коробку уже готовую. И заказчик не сталкивается с такими проблемами. Потому что, я говорю, на примере Дмитрия из Новороссийска, ему обошлось вот эта электрика в 300 тысяч рублей без материала. Дальше, Сань, ты говоришь, что можно там заложить под розетники уже с гофрой. Это долго, потому что их надо вывести в одном уровне. Надо понимать, где они есть. В нашем случае мы высверливаем на 78 берем коронку. Где-то надо высверлить все-таки. Вот у нас под розетники. Чтобы она входила к калитатуре, мы берем коронку 78-80. Здесь 78. Выглядит вот эта коронка на 80. Вот на этот дом понадобилась одна коронка, она уже без зубов, которая была на 78. Вот вторая еще вся с зубами на 80. Высверливаем. У нас так как есть запас, мы можем дальше регулировать. Наверное, всем видом. Мы можем выше, ниже. Но самое главное, у нас есть возможность по уровню. Когда мы крепим на опалку, опалка может немножко сместиться или еще куда-то. У нас этой возможности потом не будет. У нас, опять же, подрозетник. Здесь уже офисы, штукатурка накидаем. Он будет вот так куплен. Мы снимаем опалку, накидываем штукатурку. Вот у нас что получается. Он где-то там будет. И вот когда человек штукатурит стены, он не знает даже, какая у него мебель будет. То есть он идет в Икею или еще что-то, берет размеры, замеряет, на стене рисует карандашом контура этой мебели. И он уже знает, здесь ему нужна розетка или здесь розетка. А так как у нас система очень гибкая, у нас по всему периметру заложены футляры, он может сделать левее или правее. Да, иногда может попасть в арматуру. Но это ничего страшного бывает. А еще, Саф, когда люди, как ты говоришь, у них нету проекта, и они даже не могут определиться, где у них стены, стены внутренней перегородки. Это очень богатые люди. Все, кто собирается строить, делайте проект дома. Чтобы у вас был рабочий проект, чтобы вы знали. Потому что монолитный дом и вообще любой дом, он не прощает ошибок. Вы просто очень много затратите денег на переделки. Вот у нас трубы телебетона, вентиляция. Вот, посмотрите, вот здесь. Вам нужно, чтобы у вас эти трубы, на следующем этаже будет спальня, проходили через вашу спальню. Потому что многие делают просто в потолке нишу, и потом эти трубы проводят. У вас в спальне получится короб какой-то. И в дальнейшем вы захотите туда поставить шкаф, а у вас этот короб мешается. Вот такие проблемы. Во всем монолит, он именно требует того, что там он должен строиться сразу с инженеркой по максимуму, а не просто коробка. Так что, Саш, вот такие у нас подходы. И когда люди, как ты вот прав, они не могут определиться со стенкой, это богатые люди. Кстати, сразу расскажу про внутренние перегородки. Почему их надо делать из монолита? Потому что сама монолитная стена, она, это аккумулятор тепла. Он собирает большое количество энергии, и они отвечают очень сильно за теплоустойчивость именно помещения. Утеплитель у нас отвечает за теплоустойчивость здания, а все вот наши конструкции отвечают за теплоустойчивость помещения. И даже вот недавно из Казани был подписчик нашего канала, сейчас уже является, звонил человек. Он говорит, у меня нету газа, совсем, и не предвидится. И какую толщину утеплителя мне выбрать? Ну, мы ему посоветовали, как вариант, перплету 130 мм. Он говорит, я хочу 200. Мы ему говорим, смысл вообще никакого нет. Если хочет, чтобы у него теплоустойчивость помещения повысилась, то внутренние перегородки надо заливать 200-250 мм. Чем больше у нас толщина внутренней перегородки, тем больше у нас саккумулирована в джоулях тепловой энергии в них. Потому что это большая колоссальная тепловая энергия сохраняется в монолитном железобетоне. То это фактически получается печка. И мы ему даже порекомендовали в тех комнатах, которые не граничат со спальнями, прямо в стену заложить улитку из труб отопления. И у него будет печка. Если мы затронули тему теплоустойчивости помещений, то сегодня у нас, сейчас посмотрим по календарю, 3 ноября, вторник 2020 года. Это не Сочи, это Нижегородская область. Вот в дом стоит без отопления, в нем вообще никогда отопления не было. А в нем температура мы замеряли 4 октября, был плюс 20. Сегодня 3 ноября, прошел месяц. Вот у нас градусы. И вот смотрим, температура плюс 19 градусов. Ну давайте на следующий. Пройдемся, посмотрим. Вот здесь тоже где-то плюс 19 градусов. Вот наши все внутренние перегородки из монолитного железобетона, также и внешние стены, потолки, перекрытия. Дети именно отвечают за теплоустойчивость помещения, а за теплоустойчивость здания отвечает наш снаружи кутик-лезин. Перед тем, как начать устанавливать опалку, надо связать армокаркас. Затраты очень много времени, потому что очень много надо П-шек, Г-шек загнуть. И чем мельче комнаты, тем больше у нас это подрезок, обрезок и загибов. Из-за этого многие не любят делать внутренние перегородки. Советуют заказчику выложить их из газоблока. Или из каких-нибудь других материалов. Да, изначально это заказчику получается дешевле. Но в итоге те же самые яйца, только в профиль, в итоге выйдут в любом случае. Плюс затраты по времени. Ну а теперь к тем интересным клиентам, которые иногда звонят, спрашивают это, сколько стоит у нас тут бетона. Ребята, это изделие. Это сложное изделие отлить в монолитный дом. Потому что оно с куплярами, с вязкой арматурой связано. Это с нашей опалкой. Клиент не платит за кран. Кран тоже наш. Это все наши расходы. И сложность именно отливки стен заключается не в самой заливке. Потому что залить вот это все, ну мы можем это полторы тысячи за купку. Но если это будет все собрано, и мы возьмем, зальем. Но самое-самое удобное это армокаркас вязать. Устанавливать опалку с путлярами, это вообще очень большая проблема. Все это связано, вентиляция. Потому что у нас в плите, это щиток, вот там, видите. Все заложено в плите, здесь выходит. Дальше у нас второй этаж, там дальше опять же все это расходится. И так это доходит до цокольного, это, до плиты перекрытия между чердаков. Это целая паутина, это целая инженерная система. И как можно там измерять это в кубах, не понимаю. Лестничный марш. Бетона мало, а лестница, ну если там, как многие говорят, 4 тысячи куб, в лестнице там это по кубу бетона. Ну что это, за 8 тысяч лестницу отбивать. Там опять же, на это фанера, вязка арматуры. Ну сами понимаете, лестница это тоже изделие. Далее у нас используется здесь профессиональная опалка. Опалка также ее привозят не за счет до заказчика, а за счет наш. Мы ее доставку за свой счет осуществляем. Также установка, разгрузка, дальше отправка ее, где мы ее взяли, тоже за наш счет. Заказчик никакого отношения к опалке стоимости не имеет. Также все замки, также все механизмы, которые мы используем, это все входит в стоимость наших работ. Армокаркас. У нас используется здесь 10 арматура диаметром 10. Ячейка 40 на 40, ну плюс-минус там 2 сантиметра эти ячейки могут гулять. Ничего страшного в этом нет. Также изготавливается сразу оконная опалка, установка, дверные проемы опалка, также установка. Все это тоже входит в стоимость работы. Единственный пиломатериал на изготовление этой опалки заказчика. Вот так выглядит собранная опалка. Это щиты профессиональные, с уставшей фанерой, как я говорил, трехметровые. И видите, как у нас выходят бутляры. Вентиляция, канализация и электрики. Вот, обратите внимание, по кругу. Теперь мы будем ждать заливки. Только единственное, дождик начинается, не знаю, как снимать будем. И вот долгожданный дождик. Дальнейшая съемка просто невозможна. И также на сегодняшний день мы отменили заливку. Перед этим мы проверяли опалку. Были какие-то недочеты. Недочеты не устранены все до конца. Будем их исправлять. Итак, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик оповещения. Побольше лайков. Ну и также оставляйте свои комментарии. И не пропустите следующую часть строительства монолитного дома на северо-западе Москвы. С вами был Олег Кузьмичев. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok